МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в Крае построят 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов и отремонтируют еще 89 действующих медучереждений. В Краевом правительстве обсудили работу региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. По ней в этом году в клинике Ставрополье закупят 38 спецавтомобилей и 11 единиц тяжелого высокотехнологичного оборудования. Губернатор Владимир Владимиров поставил Минздраву Края задачу контролировать каждый этап строительства всех объектов. К слову, в минувшем году в рамках программы отремонтировали 70 медучереждений и еще 40 новых объектов построили. В Новопаловске на улице Лесной достраивают дом для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас в трехэтажном здании проводят отделочные работы, сообщили в региональном Минстрое. Всего в дом переедут 63 человека. Возводят объект в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить работы планируют в этом году. В селе Подгорном завершилось строительство фельдшерско-акушерского пункта. Там оборудовали процедурные и врачебные кабинеты, сообщили в региональном Минздраве. В медучреждении местные жители смогут получить первую помощь или записаться на прием к профильным специалистам в районную больницу. Построили ФАП по краевой программе о модернизации первичного звена здравоохранения. В третьей школе поселка Мирного в этом году откроют точку роста. В современном образовательном центре дети будут углубленно изучать химию, физику, биологию и информатику, сообщили в региональном Министерстве образования. Также школьники смогут посещать дополнительные занятия и кружки. Создадут точку роста в рамках нацпроекта «Образование». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова